АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамечательно. Это я, да, я похож. АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете, в Омске уже, но там я продюсил год в школе, потому что, говоря, дистрофия, первая ступень, я от нас-то проболел, в школу не ходил. Ну и в чердаке дома, где мы жили, была подшивка журнала «Вокруг света» и там всемирные следопытки, старые журналы, и там было про всякие плавания и прочее, и прочее. Вот эти плавания мне безумно, значит, понравились, все это я читал, но это ничего не значило, потому что это была мечта якобы, видимо, совершенно не осуществивая. Потому что мы жили в то время и в той стране, где мечтать можно сколько хочешь, а что касается реальных вещей, это была совершенно другая система. Так что я мечтал, что вот когда-то отправились какие-то плавания, посмотреть мир, даже марки стали собирать, а кроме того, в доме, где мы жили после войны, мы жили на пятом этаже большой коммунальной квартиры. Окошко выходило, в отличие от Васильевского острова, на мою, и открывалась большая панорама. Справа был сельский собор, золото которого резко отличалось от нищенского убранства нашей комнатухи, и слева, если посмотреть за дом культуры связи, над крышами домов, много лет торчали мачты огромного паростника. Это был паростник Розенштейн. Это судьба просто. Потому что я, глядя из-за этого окошка, из 8-й, 9-й класс, и мечтать не мог, что когда-нибудь я на этом паростнике куда-нибудь пойду. Он был взят в качестве трофея, построен был в Павдею, в 29-м году. Построен был в Бемерсхавне, в Германии. Получил название Павдею, и был взят в качестве трофея, и стоял долгие годы у набережной Красного флота, ныне Английская набережная, потому что не было паростного экипажа в России. Наш товарищ погиб во время войны, судно товарищ паростник. Нам надо было создать систему обучения паростной команды. Ее долго обучали в Кронштадте. А потом это судно уже вошло в строй, и я попал на него. Но мы еще сегодня о Грозенштейне много говорить будем, но мы еще не перебрались дальше из вашего детства. Вот скажите, пожалуйста, вот творчески вы как-то в раннем детстве проявлялись? Нет. Можно ли было предположить, что из вас такой большой поэт получится? Ой, не знаю какой большой, но хочу сказать, что было смешно. Дело в том, что сначала мечтал стать милиционером, конечно. Была очень красивая форма, там 4 года. Такие каски с двумя козырьками, белая форма летняя. Потом пожарник. Надо было посмотреть, как они выезжали с кемпионом, громом в 30-е годы. Потом, конечно, полярник. Это было время челюсткинцев. Я помню, вот отец в своих воспоминаниях написал очень забавное несколько строк. Значит, когда мы ходили гулять на бульвар, бульвар был на 7-й линии, его спилили в 42-м году на дрова. Вот. То Алик, это было детское имя, мог подойти к любому незнакомому человеку, сидящему на скамейке, и спросить, дядя, вы знаете стихи про челюсткинцев? Если кто-то на свою виду говорил, что нет, Алик начинал бы тут же читать стихи, где-то прочитанные на далеком севере, белый-белый лед, плавает по северу белый пароход. Значит, челюсткин. Дальше отец написал гениальный процесс. Так у него впервые возникла страсть к публичным выступлениям. Так что это все так и было. Очень хорошо. Ну давайте тогда поговорим о том, с чего вы, как вы ощущаете начало своей по-настоящему творческой жизни? Я вообще не берусь ощущать начало творческой жизни, потому что у меня всю жизнь не было случайно. Понимаете? Я... Могло быть так... Вот об этой случайности, пожалуйста. Я знаю, о чем речь пойдет. Да. Если мы до этого дошли, то я могу это сказать. Дошли, да? Потому что вот этот четырехлетний мальчик, который там стоит, вот, это еще не то. Это еще довоенная пора, да? Вот. Ага. Ага. Ну это все понятно. Вот. Это, значит, седьмой класс, сорок седьмой год, двести пятьдесят четвертой школы города, Актеровского рода, города Ленинграда, на углу улицы Глинки и проспекта Римского-Курска, раз-то против храма Никола Морского, архитектора Чевакинского. Значит, вот, бачок слева от меня, Володя Михайловский, он пришел там в класс как новенький, у нас была мужская школа. Мы с ним встили на одной парте. Он блестяще рисовал. Да, кстати, он сейчас известный художник-маринист, живущий в Калининграде, и многие компании наших кораблей и судов украшены его замечательными картинами. Сдаем Бог здоровья, да, Володя? А, значит, я с ним на одной парте, я тоже, он меня, так сказать, призывал к рисованию. Я чудовищно рисовал. Я вообще не счастлив. Вот. Но он что-то меня уговорил пойти поступать во дворец пионеров в студию художественного рисования. Одному ему идти не хотелось. Мы отобрали по пять рисунков и пошли. На дворец, когда 47-й год. Значит, пришли мы туда, долго ходили, нашли студию рисования, выяснили, что сегодня среда, студия работает по четвергам, она закрыта, и пошли мы, не словно клевавши. Но была открыта дверь рядом. Я всунул голову и увидел, шесть или двенадцать мальчиков и девочек, чуть менее постарше, и очень высокие, красивые, военные формы, без знаков различия, подтянутые офицерским ремнем к человеку, в руковых очках, с курчами и вьющимися волосами, читаем им какие-то стихи. На столе лежит офицерская сумка, напитая книжками. Это была студия литературного творчества Ленинградского дворца пионеров. Читал стихи, замечательный человек, впоследствии доцент и профессор, замечательный переводчик и литературовед Ефим Грюч Эткин. Вот, вот это он. Это уже, конечно, гораздо позднее. Человек, который сыграл ровную роль в защите его из вопросов, кстати. Они из немногих, которые бесстрашно его защищают. Да, но это было значительно позднее. Значит, выяснили, что это студия литературного творчества. И чтобы туда поступить, необходимо, значит, написать два стихотворения, принести и один рассказ. Я прибежал домой и тут же написал два стихотворения. Одно из них о вымирающем гладиаторе, подозрительно напоминающие литературские стихи. А второе про геологов. Самое смешное, что вот у меня сейчас, вот я только что вернулся из Новосибирска, у меня там, в МСС, двух том книг изобранных стихов и поэм. Вот первый том тут есть, кстати, в Дарьке. Я привез сюда с собой несколько штук. Так вот, я все-таки для смеха, самая первая из книг, она самая первая напечатана в этой книжке. Татирсно с 47-ым годом. Как ни странно, почему-то синий назывался геологом. Почему, я не знаю. Но это во многом предупредило и вторую мою профессию за несколько лет до того, как я попал в Ленинградский горный институт. Но там другая история. А Семенову скажете пару слов? Да, конечно. Значит, вот он в студии, ну там теорию, как говорится, и там историю литературы читал Эдгит, а практику вел замечательный ленинградский поэт и педагог Глеб Сергеевич Семенов, из-под руки которого вышло немало блестящих русских литератур. Андрей Битов, Александр Кушнер, Леонид Агеев, Олег Тарутин, Греб Барбовский и многие, многие, многие другие. Он создал целое поколение литераторов русской литературы. Он был человек удивительного педагогического таланта. Он нам сказал самую главную фразу, которую много лет спустя, когда я сам пытался вести какие-то студии, я сразу говорил и авторам песен, и поэтам молодым. Ребята, сказал он даже, это очень важная фраза. Я, конечно, не смогу вас научить писать стихи, только Господь Бог может. Нужен талант. Но если я смогу вас научить отличать благие стихи от хороших, я буду больше милым. Это самое главное. Воспитание вкуса и требовательства. То, что он, собственно, сделал. Спасибо. Вот мы вынуждены бежать голубым, поэтому давайте сразу окунемся в то время, когда вы школу заканчивали. Это было самое-самое начало 50-х годов. Одно из очень нелегких страны времен-время. Но надо было как-то, собственно, определяться в жизни. Думать о том, как будет все дальше. Куда вели вас желания и, главное, совпадали с вашими возможностями. Понимаете, только сейчас я вспомню.